Яндекс.Зен продолжает радовать нас низкими заработками. Не, ну как радовать? Радости тут, конечно, не очень много. Я до этого думал, что всё дело в новогодних праздниках. Ну, то есть, новогодние праздники, реклама дешёвая, никто статьи не читает. Как бы, ну, у меня доход был нормальный, стабильный где-то до 31 декабря, а 31 на 1 он прям вообще катастрофически низкий был. Я поэтому и считал, что нужно переждать вот эту вот новогоднюю неделю, почти ничего в неё не писал, думаю, она пройдёт, и доход опять вырастет. Но не тут-то было. Ну, как бы, он растёт потихоньку, но не так, чтобы так, как хотелось бы. Ну и, собственно, вот он, доход на Яндекс.Зене, то есть по 200, по 300 рублей, если смотреть вот как раз за январь, а уже конец января. Нормальный доход случился тут, по-моему, только вот 9-го числа, 9-го января, 1000 рублей. Да и то, как бы, один день, а потом опять всё упало и просело. Не помню, на самом деле, даже какая статья там выстрелила. На самом деле, хорошо, что у меня на Яндекс.Зене сейчас 3 канала. Но это не особо спасает ситуацию, даже если каждый приносит по 200 рублей, по 300 рублей, то всё равно выходит катастрофически мало. В магазин купить поесть можно сходить, но вот разгуляться не на что. Но, как вы поняли, я это рассказываю не просто так. Всё дело в том, что у нас есть пульс. Пульс от Майл. В общем, это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы сегодня будем сравнивать Яндекс.Зен и пульс по заработку. Ну, я уже много раз рассказывал, как я начал свою карьеру блогера на Яндекс.Зене. То есть, завёл там первые каналы, долго выводил их на монетизацию, потому что надо было набрать 7000 дочитываний, тогда никаких проверок даже ещё не было. Набрал эти 7000 дочитываний, причём на канале по истории довольно быстро, на канале со сказками тоже там пару недель всего потребовалось. Единственное, канал Игорь Кретов очень долго выводил, там, по-моему, даже несколько месяцев. Ну и когда вывел, начал зарабатывать по 30-40 рублей в сутки. Ну, для меня тогда это был тоже неплохой результат, как бы уже деньги в интернете, прикольно же. Причём за статьи, не просто там за какую-то Яндекс.Толоку, которая там, не знаю, мучаешься, а тебе копейки. Ну, тут тоже копейки, просто тут труд разный совсем. Ролик про то, как я завёл первые каналы на Яндекс.Зен, за сколько их вывел на монетизацию, у меня есть, можете посмотреть в подсказках. Вот, не будем повторяться. Скажу лишь, что долгое время я не мог там заработать нормальные деньги. Ну и даже когда начал зарабатывать, доход тоже постоянно скакал, то больше, то меньше, то больше, то меньше. Максимум у меня был 4700 рублей. Причём это было не так давно, вот посмотрите в статистике, это был октябрь. После этого тоже доход неплохой был, до самого конца октября, там по 2000, по 3000, там по 1000 даже приходило. Но потом вот как-то они, видимо, спохватились, было у меня много показов, а потом стало резко мало показов. Про то, как рухнул мой канал на Яндекс.Зен, я тоже делал ролик, он называется «Да Яндекс.Зен пытается от меня избавиться», его в подсказках прикреплю. Канал по истории рухнул, потом я его пытался восстановить, он начал восстанавливаться, стал тоже опять приносить неплохие деньги, но потом вот после Нового года опять всё скатилось в никуда. Это я вам рассказал историю моего тяжёлого блогерства на Яндекс.Зене. А теперь перейдём к пульсу. Собственно, путь мой на пульсе начался не так давно, но даже месяца ещё не прошло. В последнем ролике я высказывал своё недовольство, что на пульсе уже там почти целую неделю не считается статистика по заработку. Ну то есть, как это так, не показывают. Деньги всё равно вывести нельзя, то есть, они тебе на баланс приходят, ты на них смотришь, радуешься, но вывести их пока что нельзя. Так вот, а последние дни не получалось вообще даже посмотреть, сколько денег пришло. Хотя вот статистика за 31 декабря меня порадовала. Там пришло 686 рублей. На Дзене для получения такого результата пришлось бы вкалывать там несколько месяцев, а тут месяц не прошёл, как я уже сказал. Но когда подсчитались вот эти последние 3 дня, так я вообще обрадовался. Всё дело в том, что 18-19 декабря приходил такой вот довольно хороший доход. 18-го числа 959 рублей. 19-го числа 935 рублей. Ну и сегодня 20-е декабря, 735 рублей. Ну, чуть меньше, чем в предыдущие дни, тем не менее. Ну, это потому что, наверное, я статью сегодня поздно под самый вечер выложил, не успел открутиться. Ну вот, давайте я вам покажу. Убедитесь, вот 18-е декабря, вот, собственно, 19-е декабря, и вот 20-е декабря, 735 рублей. На мой субъективный взгляд, это прям отличный результат. Я не знаю, с чем это связано, может, конкуренция на пульсе меньше, может быть, в статьях рекламы больше, потому что они длинные. Но может, конечно, делаю и во мне, потому что я на Яндекс.Дзене вполне мог набить себе руку и уже знаю, как выкладывать, что выкладывать, что писать. Другое дело, что на Яндекс.Дзене теперь уже эти статьи нифига не заходят. Это я к чему? Это я к тому, что на Дзене действительно сейчас очень большая конкуренция, и как они говорят, пишите больше, пишите лучше. Так вот, все фигня. Как пример, мой канал по истории. На моем канале по истории я пишу про реальные события, про реальных людей, с реальными цифрами, с реальными фактами. Но не все так делают. Я же просто ленту листаю, и мне подсовывают похожие статьи. Так вот, среди похожих статей я нахожу выдуманные истории, скажем, на тему Великой Отечественной войны. Люди придумывают какие-то истории, просто пишут в конце, что это рассказ, что не имеет ничего общего с реальностью, но тем не менее ставят реальные фотографии и придумывают какой-то кликбейтный заголовок. Что-то я там видел какую-то статью про медсестер и офицеров с намеками там на отношения. Короче, по сути, это контентный спам с закосом в военную историю. Вот и все, вот вам все, пишите больше, пишите лучше. И у таких каналов, на самом деле, дофига показов. Но и личные блоги тоже особо не отстают. Если вы посмотрите, то очень много всяких статей на Яндекс.Зене формата «Купил банку тушенки», показываю, что внутри. Они же говорили, что им так важно, чтобы человек купил товар, показал, протестировал. Вот, пожалуйста, люди покупают всякую фигню и показывают, и тестируют. Я знаю, я сам так делал. Да кто из блогеров на Яндекс.Зен не покупал ту банку тушенки за 14 рублей и не показывал ее своим подписчикам? Да все, наверное, покупали. Не, может быть, я на Дзене бы и больше сейчас зарабатывал, если бы подался в Нирвану. Но я подавал заявку в Нирвану, мне написали, что «Извините, мы не можем вас принять, потому что на одном из каналов у вас есть нарушение, а мы требуем, чтобы все каналы были нормальными». Я им отправил ответ на это письмо с вопросом, что за канал у меня нарушает. Они, кстати, ничего не ответили. Ну, хотя я уже и сам догадался. Это был канал со сказками, на который я в свое время начал постить контентный спам. Контентный спам я удалил, а вот сам канал тогда не разблокировал. Не так давно я хотел это сделать, но не смог из-за вредности менеджеров Дзена или там техподдержки Дзена. Не знаю, из-за чьей вредности. Суть-то в чем? Я написал туда две статьи. Как вы знаете, для разблокировки, чтобы проверили канал, нужно три. Так вот, я написал две и подзабил. Где-то через месяц, или я не знаю, сколько там времени прошло, но я написал еще одну статью. Две плюс одна, получается три. Я им скидываю, говорю, «Проверьте, пожалуйста, канал». Мне в ответ приходит письмо из поддержки, типа, «Вам нужно написать три статьи». Я говорю, «У меня есть три статьи». Они говорят, «Они должны быть свежие». Все три должны быть свежие. Но нет у них в правилах такого, что статьи должны быть свежие. Там написано, «Напишите три новые статьи после того, как вас забанили». Три новые статьи после того, как меня забанили, у меня есть. Почему вы не можете меня проверить? Но вот не могут, оказывается. На пульсе все немного проще. Они так и сказали, «У нас не будет такой ситуации, когда мы напишем человеку, что так решил алгоритм, мы ничего не можем сделать». И это большой плюс. Потому что алгоритм Яндекс.Дзену уже нарешал всякой фигни. Ну то есть он придирается к каким-то незначительным, каким-то, блин, глупым ситуациям, когда там описываешь сказку «Колобок». Мне один из подписчиков писал, что он написал в сказке про проглоченную волком бабушку. И его заблокировали за детальное описание. Это, конечно, было очень давно, и не факт, что подписчик мой был тогда правдив. Но я сам много раз с таким сталкивался, что ты пишешь им, говоришь, за что забанили мою статью. Часто они извиняются, говорят, что «Ой, по ошибке заблокировали». Но статья-то больше уже не крутится. Ну то есть некоторые крутятся, а некоторые и так и остаются висеть. Более того, бывало вот так, что я пишу «Вот так и так, смотрите, заблокировали». Они «Ой, извините, мы все разблокировали». Статья не крутится. Я пишу повторно, они говорят «Ой, извините, статья опять была заблокирована». То есть получается, по ошибке можно заблокировать одну статью несколько раз. Как это так, я, блин, вообще не понимаю. Что-нибудь сделайте уже своим алгоритмом, чтобы он нормально работал. Нет, я на самом деле Дзен ругаю, но это хорошая площадка. Кстати, я обратил внимание, что у меня доход на Яндекс.Дзене упал сильно после того, как я начал писать на пульсе и после того, как я выпустил первый ролик про то, что пульс там можно заработать и все такое. Стал хвалить пульс. Яндекс, видимо, обиделся. Но на самом деле, я думаю, это просто совпадение. Хотя я знаю, что менеджеры Яндекс.Дзен, да может, даже и руководители, меня смотрят. Привет вам! Но Дзен мне на самом деле нравится. Это площадка, на которой я много писал. Это площадка, на которой я много заработал. Хорошая в целом площадка с огромным количеством недостатков. Ну, куда же без них. На пульсе же я пока заработал 11,5 тысяч и вывести их не могу. Но у меня по отношению к пульсу тоже хорошее предчувствие. Мне кажется, это будет хорошая площадка для блогеров. И самое главное, это будет конкурент Яндекс.Дзена. Когда появляется конкурент, когда игрок перестает быть монополистом, то это положительно сказывается на всех аспектах. То есть, они начнут пытаться перетянуть аудиторию к себе. Они начнут что-то там развивать. Они начнут делать более такие вот хорошие условия для авторов. В общем, это все должно положительно сказаться на развитии обоих площадок. Поэтому я в целом не хочу, чтобы одна площадка как-то задавила другую. Я хочу, чтобы они обе существовали. Авторы решали, кому-то больше здесь нравится писать, кому-то больше там нравится писать. Площадки между собой конкурировали. Люди на этом бы зарабатывали. И я считаю, что будет очень хорошо, что некоторые люди, которые этого хотят, смогут зарабатывать в интернете деньги. И очень хорошо, что Яндекс и Мейл дают людям эту возможность. Другое дело, что попасть на обе площадки сейчас не так просто. На Яндекс.Дзен надо набрать 10 тысяч минут просмотров, плюс пройти проверку. На пульсе это инвайты, но говорят, что скоро откроют для всех авторов, как они будут также отсортировывать там авторов, которые хорошо пишут от тех, кто пишет всякую дребедень. Тоже пока непонятно, но посмотрим. Я, конечно, желаю обоим площадкам, то есть компаниям, удачи, но больше всего я удачи желаю нам, авторам, чтобы мы побольше зарабатывали и чтобы у нас все было хорошо. Ну а с вами был Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok